Дорогой Дедушка Мороз, я тебе вчера отправила письмо с пожеланиями. Сегодня на морозе губа треснула, намёк поняла. Всё нормально, я на тебя не обижаюсь. Что сможешь, то сможешь. Пусть уходит старый год, унося ненастья, а новый больше принесёт здоровья, радости и счастья. Муж спросил, какой я бы хотела подарок на Новый год. Только говорит, губу-то сильно не раскатывай. Третий день сижу, губу держу. Разговаривают две соседки, и одна другой говорит, ну как, вашему сыну новогодние подарочки понравились? Ой, разбил все, машину разбил, танк разбил, ёлку даже снёс, ёлочные игрушки разбил. И мой подарок тоже разбил. Да нет, вот как раз ваш грёбаный молоточек остался цел. Предновогодние дни. Здравствуйте, Лена, здравствуйте, Игорь Иванович. Отгадайте загадку. Не пьёт, не курит, на Новый год дежурит. Это вы на что намекаете? Сидит мужик в баре на Новый год, видит, его друг заходит, в руках стакан кефира держит, подходит к нему и спрашивает, слушай, а ты чё один-то сидишь? Да вот, Новый год решил спраздновать, садись ко мне, выпьем сейчас. Он, не-не, ты что, я вот только кефирчику. Он, да ладно, что тебе, ведь же Новый год. Ну давай по рюмочке-то. Он, не-не, ты что, слушай, я у тебя хотел спросить, а ты тот Новый год помнишь? Да, помню. А я нет. Кто ни капельки не пьёт, может встретить Новый год. После новогодней ёлки отец подходит к сыну и говорит, сынок, ну ты уже взрослый, ты должен понимать, что Деда Мороза не существует. И это был я. На что ему сын говорит, знаю, ведь Аист это тоже ты. Муж у жены спрашивает, дорогая, что тебе подарить на Новый год? Жена, дорогой, но я даже не знаю. Муж, хорошо, даю тебе ещё год на размышления. Да. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин